Добрый всем день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас 21 июня, пятница 2024 года. Для кого-то он будет очень недобрый день. Послушайте внимательно новости. Именно для кого? На Латвийской железной дороге новые увольнения. В рамках оптимизации рабочих процессов ВАС Латвияс Дзельцельш ЛДЗ намерена передать часть функций по содержанию инфраструктуры, уборки помещений и территорий на аутсорс, а своих занятых этим сотрудников уволить. Заметьте, не сократить, а уволить. Посмотрим дальше, друзья. Пишите комментарии, кто именно попадает под эти увольнения. Это увольнение или сокращение? Это будет намного достовернее. Дальше продолжаю новость. Решение затронет 298 человек. Это сообщает госпредприятие. И, пожалуйста, пишите комментарии, кто работает непосредственно на железной дороге. Точная ли это цифра? Я лично не верю в эту цифру 298 человек. Как и раньше тоже, помните, сокращения были на железной дороге? Так оказалось, что намного больше. Повторяю, решение затронет 298 человек. В последние годы концерн прилагает много усилий для повышения эффективности основной деятельности, пересматривая технологические и административные процессы на предприятии. Это сообщается на сайте ЛДЗ. В управлении компании находится много зданий. Ему приходится также содержать в порядке другие строения по всей Латвии. Вокзалы, станции и так далее. Т.Д. Т.Д. В течение всего года их необходимо тщательно убирать. Как и прилегающие территории. Так и хочется мне добавить, друзья, вот и докатились и до этой ручки. Чтобы повысить эффективность таких работ, был проведен анализ того, как уборка производится сейчас. Изучены издержки на них. Сравнены со стоимостью аутсоргинговых услуг. И в январе 2024 года была объявлена публичная закупка. Предприятие решило, что привлечение исполнителей услуги извне позволит сохранить высокое качество уборки. Но снизить затраты по сравнению с содержанием собственного штата уборщиков. Принято решение сократить штат. Там уволить, здесь уже сократить. Хорошо. Все равно пишите, друзья. Сократить штат. Уволив 298 человек. Эти люди уже проинформированы. Поясняет ЛДЗ. Как требуется. По закону компания уже подала соответствующее заявление о коллективном увольнении в госагентство занятости. Самоуправление на местах и профсоюз железнодорожников. Как писал РУС ЛСМ ЛВМ, не далее, как в августе прошлого года, председатель правления компании Ринальд Плявник заявлял, будто новых крупных сокращений штата Латвия-Зельцельш не планируется. В часах вот это, это и вот предложение, новость заканчивается, друзья. Я даже не знаю, комментировать, не комментировать. Пишите, друзья, вы больше, я имею в виду, больше знаете, кто непосредственно работает на Латвийской железной дороге. Видите, что они говорили в прошлом году? А я тоже говорил вам. Они будут вам плести семь верст до небес и все лесом. В итоге сокращения как были, так и будут. Откуда взяться? Раньше штат был какой огромный на железной дороге? Вспомните, пожалуйста. И подтвердите, кто непосредственно на железной дороге работал. Все было, и льготы, и что только не было. В первую очередь, в общем, железная дорога, это было как государство в государстве. Я на железной дороге не работал. Я только знаю, сколько сокращений было, сколько увольнений было. Приходили к нам на завод. Да, ребята приходили к нам на завод. Куда идти работать? Пошли работать на завод. Работали на железной дороге. Это когда еще одни из самых первых, потом последующие, последующие поэтапно вот эти. Сколько было уже сокращений? За счет избили. Мы сейчас, я лично сейчас затрагиваю про железную дорогу Латвии, друзья. Вот в чем дело. Что? Вот, пожалуйста. Никаких не планировалось знать, что нашли. Роботов поставят или что? И кто там будет убирать у них? Что там у них? Это отговорка. Это прикрытие. Это я так вижу ситуацию. Я так вижу. Чтобы сократить как можно больше. Железная дорога так, в таком объеме, больше никогда в жизни не будет перевозить. Ну, если, дай бог, конечно, если опять все, возобновится связи, возобновится торговля с ближайшими соседями. Какими соседями? Ну, это все понятно, конечно же. С огромным соседом, которым на востоке. Все оттуда. За счет этого и жила Латвийская железная дорога. 90 процентов, если не больше. Все шло оттуда. Ну, скажите, друзья, еще что? Я не прав. Ну, как все вот это вот рубанули, так и все. Пиши пропало. А это пиши пропало уже было, понятно, в 90-х. Ну, 90-х, ладно, еще там непонятки были. Уже в 2000-2010 годах. Ну, а после вот этого обострения, тем более. Ну, началось раньше. Раньше. Где-то, вы помните там, ой, друзья, как не хотелось бы это затрагивать, затрагивать тему. Они свои порты открыли, начали строить там. Да, 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 да. Ну, вам же не надо ничего. Кому обращаюсь, вы понимаете, кому обращаюсь. Вам не надо. Литовцы забрали, эстонцы забрали. Ну, латвийскому руководству не надо было. Там какие-то трубы, вот эти газопроводы. Вот, помните, проводили. Такие сотни миллионов давали. Нате, берите, мы будем на хране десятки миллионов. Пусть полежат эти трубы. Друзья, я что-то так вспомнил, я вот этот вот момент. Нет, это нам не надо. Ничего нам оттуда не надо. Так, пожалуйста, они себе построили. Где он? Ну, где, где? На северо-востоке, на севере. Да. Недалеко от Санкт-Петербурга. Ну, и что? Кому вы что доказали? Так ближайшие, говорю, наши соседи. Они взяли, и эти брали, и эти брали, и другие страны брали. На хранение эти трубы и так далее, и строили, и все. Германия, дальше и дальше. Финляндия, там, многие страны. Нет, наши не надо. И в чем-то я могу ошибиться, потому что это уже по прошествии столько времени, конечно, кое-каких странах я могу ошибиться, друзья, естественно. Ну, нашей же стране на Латвии ничего не надо. Ну, и народу-то надо, конечно же, надо. Ну, я вот только что вот вышла новость, друзья, только что свеженько. Я еще не успел закончить предыдущую новость. Смотрю, вот она выскочила. Буквально 16 часов 30 минут. Буквально вот часа не прошло еще. Ну, я вот пока буду на монтаже делать, и как раз пройдет. На латвийской железной дороге новые увольнения. Вот на этой ноте я буду на этом заканчивать. Пишите комментарии. Конечно, можно было поговорить и больше. Но я свидетель. У нас сколько с железной дороги сокращенных, вот этих, которые сократили, приходили на завод. Не сварщиками все работают. Конечно, нет. Все сварщиками не могут уже работать. Правильно? Не каждому еще дано на сварке. У кого-то сразу идет на третий, пятый день, он уже спокойно... Я почему говорю? Уже всю жизнь на металлоконструкциях сварщиком отработал. Сколько... Всем большущий привет, ребята. Все, кто меня знает, помнит. Да, видимся, встречаемся. Большущий привет вам всем. Всем здоровечка. Всем. Всему народу. Всей планете большущий привет и всем здоровья желаю. Счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Ну, железная дорога, вы сами понимаете, это уже до того наболевшее, это все. Вот с кем не встретишься, одни только такие, знаете, хорошие воспоминания, когда раньше было все. Ну, все это бесплатно, то бесплатно, все бесплатно. У меня моя жена, Наталья, работала в детском саду. Ну, без разницы, не буду называть какой номер, железнодорожный детский садик. Она работала в этом детском саду. Ей бесплатный проезд был, пожалуйста. Много чего было. Да тогда бесплатный проезд. Корочка железнодорожника. Да. Такая корочка с фотографией. Показывает, поехала. Не надо никакого было билета. Вот так вот, друзья. Вот сейчас я точно заканчиваю. Вот теперь вы узнали. Может быть, кто-то вспомнит. Кто-то, может быть, не узнает. Вспоминайте. Может быть, кто-то ходил в этот детский садик. Кто-то водил в этот железнодорожный детский садик. В Елгаве, в нашем городе. Да. Да. Своих детей. И вспоминайте. Да, такая вот Наталья работала там. Ну, ладно. Все. Это, я говорю, можно было дальше поговорить. Но такая, друзья, новость. Это уже даже не новость. Это все ожидали. И все прекрасно готовы были. Но только с какого боку кого начнут увольнять. Посмотрите, кого уже начинают увольнять. Увольнять. Покращать. Это, знаете. Это, вежим сказать, сокращать. Это когда оплачивают по полной программе. Такие большие деньги оплачивают. Но это только не в нашей стране. Нет. В других странах сокращение. Там все 100% и плюс еще сколько-то сотен процентов тебе, чтобы ты обеспечен был на долгое время. Бог знает, сколько ты будешь работу искать. Правильно, друзья? Все. До свидания. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. Эта новость очень неприятнейшая. А что делать, друзья? Надо кому-то надо же это сообщать. Правильно? Да. Тяжело, конечно. Очень тяжело. Тяжелейшие новости. Все через себя. Ой. Тяжело. Да. Все заканчиваю, друзья. Спасибо вам большое. До следующих. Надеюсь, хороших новостей. Но их как не было хороших новостей, так и нет. Вот так вот, друзья. Спасибо большое за поддержку нашего канала. До следующих видео. До свидания. Продолжение следует... ... ...